Огромниваем все платформе и снимемся в голливудском фильме. А, да. Ладно. Так, ребят, все, смотрим ОК-блогера и идем ОК делать. Отношения Дани и Юли быстро закончатся. Фогель прокомментировал слив своей бывшей Дианы Астар. Как он прокомментирует то, что он, блядь, мою башню спиздил? Симбочка выходит замуж. Зачем... Че? Опять? Самка вновь вернулась в Россию, а Оксана Сам... Че? Опять? Малова подводит своих детей под хейт. Опять? Ураа! И сейчас ты узнаешь Топчик, лолкек Твою мать, блядь Тихо, подожди Я чё-то сейчас не понял А Диппинс тоже, что ли, смотрит ОК-блогер Или нет? Тип-пип Удобнее и погнали Да? Вот гандарь После меня начал, да? Несколько недель молчания Честно признала, что всё же состоит в отношениях Сделала она это как бы невзначай Отвечая на вопросы подписчиков Выложив жирным намёком вот такое фото На нём Она стоит с высоким парнем Но лицо специально обрезано Хотя по габаритам можно сделать По габаритам это не я Ранее её замечали мило общающиеся на футбольном матче С фигуристом Дмитрием Чигиревым И вот он идеально подходит под параметры фотки Хотя точно утверждать нельзя Забавно ещё, что если вбить в гугл картинки запрос Женя Медведева парень до сих пор вылезает куча фоток с Милохиным Всё-таки их история с участием в шоу сильно повлияла на медийную составляющую обоих партнёров Тиктокер Шусимбочку тем временем Вовсю отправляет замуж Она только недавно призналась, что почти 3 месяца встречается с парфюнюком А вчера была Кто это? Какой ещё? Кто, бля? В свадебном салоне и вовсю примеряла платье Чисто теоретически он мог сделать предложение В нынешнее время чему-то удивляться не стоит Но мне кажется, что это была Чё за парфюм? Подготовка к какой-то фотосессии Либо Карине просто ударила в голову мысль Что срочно нужно подобрать себе платье на будущее Или сделать это просто по приколу А, бля После появления новостей, что у инстасамки проблемы с налогами Они как по совпадению тем же утром смотались с манекеном обратно в Дубай Запланированная эта поездка или бегство, так никто и не понял Но Даша в любом случае скоро вернётся А пока монтировала этот выпуск, выяснилось, что уже вернулась Да ты шо! Налоги по информации СМИ она вроде как погасила Сумма в 600 тысяч рублей с её доходами небольшая А тут ещё исполнительницу во второй раз пригласил поучаствовать в своём шоу Вопрос с ребром Баста Да ты шо! Хочу ансервовать следующих гостей программы Вопрос с ребром А чё не еблом? Денис Кукаяко с семьёй Охуеть, кто это? Хотя нет, подожди, я конечно не знаю, кто это Он просто таким пафосом это всё рассказывает Типа, хочу объявить гостей Денис Кукаяко семью Не, я понимаю, если бы меня, меня позвал Гурам Амарян Ох! А кто это? Ну тут я уже не шучу, нахер Я не знаю, кто это? Что за Гурам Амарян, блять? Инстасамка а вот это уже серьезная тема и нурлан да ты шо бля а я когда это кстати прям подходящий момент первом выпуске она еще была в образе дерзкой стервочки а сейчас мы увидим милашку добряшку который смотрит на этот мир совершенно по другим углом после этого у даши еще ранее планировалась пластическая операция но пока не факт что она состоится могут помешать даже небольшие я кстати милашка добряшка проблемы со здоровьем ситуация со взломом телеги дианы астер где она хранила и пересылала кучу откровенного контента затронула не твою мать уже миллион лет прошло все обсуждать и откровенный контент и только ее саму но и бывшего фогеля что пути лица его там нигде не видно он принимал активное участие в съемках и говорил роберт с поклонниками об этом публично сам во время своего концерта в ту нахуя он об этом вообще заговорил ли чувствовал что певцу тоже неприятно было увидеть что-то настолько личное в сети но отшучиваться у него прекрасно получается единственная неприятность после произошедшего что они с дианой на теме обсуждения с его успели поругаться во время подкаста жар мне кажется все было бы намного проще если бы они сами эту тему не разгоняли постоянно постоянно ну ладно не несколько лет прошло но месяц уже прошел но они все напоминают свою аудиторию а вы в курсе что нас слили а нас кстати слили о слив был вы знаете вот по этой ссылочке раховом она рассказала историю как ее бывший парень ушел к своей бывшей девушке после расставания с ней некоторые паблики исказили контекст вырвав фразы из кучат если несложно зайдите к моей тян на канал и поздравьтесь дарник филов стали спасибо за рекламу в донатах блять заебали уже зохан спасибо за 120 стало уже казаться что речь шла про фогеля опровержение от самой дине помогли и роберт видимо обиделся что она вообще поднимает эту тему на интервью хотя без этого обойтись невозможно просто отмалчиваться плохая стратегия после же благоприятного исхода скандала налаживается жизнь у актера джонни деппа напомню что во время конфликта и развода с женой эмбер хёрт который обвинила его во всех грехах мира он потерял всю актерскую работу и кучу рекламных контрактов но в играх суд его репутацию обелили и начинает понемногу реабилитировать карьеру его съемочный график расписан сейчас на год вперед а также с ним перезаключили амбассадорский контракт бренд духов dior причем ему дали самый крупный контракт в мире по которому он теперь зарабатывает 20 миллионов долларов в год скики блять для сравнения на втором месте актер ченнинг татум с духами от ральф лорен и бля когда ко мне уже будет такие вот бренда обращаться за рекламой там ральф рон он блять dior и тот зарабатывает аж на 8 миллионов меньше даже пусть это будет например какой там бренд у нас известный был в новокузнецке ох блять забыл уже это там я имею ввиду по шмоткам шмотки шмотки короче говоря что то там было русский трикотаж ну хотя бы такое да русский трикотаж блять тульский пряник я готов стать амбассадором тульского пряника там сфоткаться держа в руке пряник на фоне американского флага типа не знаю на таймсквере там сводкаться с ним вот сделать баннер вывести его на экран как со мной было и соответственно ну короче идеи целых да разблокируй в чате своем в тг ней о не забанили за то что сказал какой-то женщине забись поддерживаешь бомбить людей в украине ливни нахуй с чат и каблук по имени админ кикнул меня норм странно да не спасибо тебе за 120 рублей а что это за админ тебя такое забанил а а это кто блять а может у меня крыса сидит модерациях я думаю что у меня так отписок много телеги это какой-то админ походу блять их банит там подряд забавный вечер состоялся в семье джигана после возвращения с путешествия по африке дети настолько впечатлились местной природой особенно сын давид чтоб я вижу как впечатлился особенно сын давид и лицо показывая перекошенное попросили маму оксану самойлову помочь им с гримом под обезьян осуждаю долбоебов блять вы чё вообще шли ёбаный листом алё нахуй и чё блять подой особенно сын давид что попросили маму оксану самойлову помочь им с гримом под обезьян породы бабуин получилось а что-то так кое что позабавило не только их самих но и интернет публику позабавило блять где один был осуждаем там два бабуина обезьяна блять а вместе делайте рядышком мордочка к мордочке бабуиновые ебать мои сида сады боже какие милые просто идеальный бы вы нашлись и диванные критики кто не пони диваны я диваны критик осуждаю мает зачем подобным заниматься и издеваться над детьми друг тоже дело не в детях и тут приписали расизм увидев да в этом blackface что осуждается активистами на западе да и главное чтобы эти фотки реально не заверусили где-нибудь сша было поздно уже в сша началось сюда все я я я в сша все уже в нью-йорке был первый показ этих кадров были все как и стоит уже дошло почти шесть лет назад с youtube-блогершей сашей кэд сделавший подобных грима бляс после этого она долго отгребала негатив от американцев да и от соотечественников тоже досталось как мы предполагали ранее отмены хазбика после истории с его ужасным отношением к ту барсику не произошло дагестанский блогер с каждым днем продолжает набирать популярность по всему миру статистика в соцсетях растет сейчас как блять что надо делать чтобы набирать популярность еще и по всему миру что я делаю не так что он делает так что блять он ничего же не делает ну как у как-то каким-то образом блять кому-то повезло эти он набирает популярность по простоту что это он и все просто так вообще с нихера нужно расти по моему наоборот как раз таки ну ладно час у него пик по охватом за всю карьеру только истории просматривают больше двух миллионов человек в день ебать что за 20 час просмотра в историю еще кто-то хочет чтобы я сделал кому-то рекламу за стука и бачи своя блять да я за стука маму ладно не продам конечно но у меня рекламу в телеге стоит в два раза дешевле чем нет то что он там у себя в сторисе продает блять говорит стука да я за это я даже да я даже жопу не подниму за 100 тысяч рублей чтобы записать stories на 15 секунд пиздец причем хазблла показывает эти цифры с позиции посмотрите какой я крутой чуть ли не лучший блогер в россии все больше гуляет мнение что парень просто напросто так правильно говорит а не ну понятное дело учитывая его цифры два миллиона просмотров там может быть она и так за такие просмотры надо брать больше но выебываться этим такой знаешь выглядит как-то 100 поймал звезду из-за этого мы видим поведение когда он слишком много себе позволяет переступая даже законы из-за ощущения что ему из-за медийки ничего не сделают бать ну я и думаю ему не сделать не потому что медийка кое-что другое печь всего пару дней погостил в польше у своей мамы и брата вчера он с ними попрощался а уже к вечеру оказался в дубае сразу не разбирая чемоданы артур ванул на концерт рахима где был также конфуз и куча хабиб да там не только другие крыши у него такая серьезная его боялись даже теченцы ребят их его знакомых но это не единственная долгожданная встреча начни я на него быковать как серьезно будучи живя в россии я думаю меня бы где-нибудь на улице остановили поговорили бы со мной по наверняка парень ждет возвращение своего друга милохина с которым они не виделись около полугода бедный я со своими друзьями уже полтора года не виделся в дуба еще сейчас находится амина диана астер и многие другие блогеры поэтому тусовка сложится у них там отличная да не же пока насаждается отпуск в париже вместе с юлей смотря со стороны у них все прекрасно по крайней мере гаврилина прям сияет от счастья правда мало кто верит что их отношения продлятся долго мысль об этом поднял у себя в телеге егор шип ему кажется странным спустя столько времени вновь сходиться и по опыту других парочек ни к чему хорошему это не приведет сам день но егор шип точно шарит конечно за отношения чел пораженный скажем так про хавал жизнь вот это очень странно как по мне как будто бы детство в попе он играет у ребят поняли и варши про детство рассказывает и сами до конца не понимают что хотят что не хотят то разбежали сошлись то один с одной другими типа не думаю что это продлится долго и не думаю что это прям что-то серьезно так можно про любое отношение на самом деле сказать еще небольшая новость про дима масло в америку собирается все-таки реально и никого или точно новость про то что у меня 10к недавно задавать буквально пару часов назад он объявил что они возрождают формат с прятками причем с участием подписчиков сейчас проводится последний отбор в полуфинальный раунд которые смогут принять участие в ролике и выиграв побороться за крупный денежный приз набрали участников на 5 экстремальный прятки это последний отборочный этап перед грандиозным финалом youtube наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов но ладно я бы хотел принять участие в прятках кстати у масленникова мне кажется это самое хуяное у него но одно из самых таких интересных видосов но лично там спрятаться принять в этом участие наверно бля вообще круто гол москву не ну да таком случае я так спрячу что у меня точно никогда не найдет вот точнее то место куда я спрячусь он туда не сможет попасть не ну ты он может туда попасть но ему надо будет постараться очень сильно чтобы попасть такое место где буду прятаться вот но я я зато я выиграю сколько там 100 тысяч рублей до ему придется а армию дискредитировать ой не только армию выйдешь под залог что в россии так можно это в под залог выходит а там я даже не знаю если так можно будет какой залог нужен потребует а миллиарды наверное